Итак, муравленковские таксисты попросили городскую администрацию помочь им разобраться с нелегалами, которые мешают работать. Александр Подорога согласился провести встречу с руководителями фирм такси, на которую были приглашены представители различных федеральных и муниципальных структур. О том, какие решения приняты, знает Эрнест Бавшин. На встречу с представителями фирм такси администрация пригласила сотрудников налоговой службы ГАИ, Гостехнадзора, УЖКХ и Роспотребнадзора. То есть всех тех, кто так или иначе может контролировать работу таксистов. Основной вопрос, который сегодня волнует муравленковских перевозчиков, это нелегальные машины такси, которые отбирают у законных таксистов заработок. По словам Александра Подороги, в нашем городе не распространена практика остановки такси простым поднятием руки. Это актуально для больших городов. В Муравленко же машину вызывают по телефону. И человек даже не подозревает, едет ли он на легальном или не на легальном такси. В большинстве случаев вот так называемых бомбил, которых мы сегодня обсуждаем в том числе, их практически в городе нет. Потому что рукой машину мало кто ловит по разным причинам. Следовательно, мы понимаем, что частный извоз, основанный на случайном заработке путем вылавливания автомобиля, в городе ничтожен. Я не могу сказать, что его нет, но он ничтожен. Второй вопрос. Когда мы хотим уехать на такси, мы звоним диспетчеру. Диспетчер нам присылает автомобиль, да или нет? Да. Господа, о какой незаконности мы с вами можем говорить, но я в допуске сейчас, конечно, говорю. Когда любой автомобиль приезжает к клиенту по вызову и по направлению диспетчера. В ходе диалога выяснилось, что некоторые из недобросовестных диспетчеров на свой страх и риск набирают водителей, которые работают в обход налоговой службы и без разрешения. Один из владельцев фирмы признался, что недавно уволил такую сотрудницу. Следовательно, подытожил Александр Подорога, проблема кроется в самих фирмах, имеющих диспетчерские службы. Мы с вами получаем в предпринимательской среде диспетчерскую фирму, организованную группу, которую многие знают, многие это понимают, которая направляет нелегальных таксистов выполнять те или иные работы. Мы с вами с кем хотим бороться? С индивидуальными частниками путем подсадных, прошу прощения за терминологию, или путем создания провокаций. Это, кстати, называется коррупция, да, и не будем трогать эту тему. Предприниматели, в свою очередь, посетовали на госавтоинспекцию, которая не вылавливает нелегальных таксистов. Но у сотрудников ДПС должны быть основания для проверки таких машин. Одно из главных условий – это отличительные знаки. 70% машин останавливаются. Все, они все стоят без шашек, налили, 20 машин стоит, все стоят, невозможно работать, нет смысла. Час рейда провели, все. Спорить по поводу того, кто и что должен проверять, можно долго. Поэтому Александр Подорога предложил устраивающий всех алгоритм действий по решению этой проблемы. С одной стороны, налоговая инспекция и ведомство, которое выдает разрешение на работу таксистам, сверят списки людей, у кого есть статус индивидуального предпринимателя и разрешение на перевозку пассажиров. С другой стороны, всем заинтересованным лицам предложено записывать номера и марки машин, водители которых при посадке пассажира убирают с крыши шашечки. Всю информацию будут направлять контролирующие органы, и уже они будут привлекать к ответственности нелегалов. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города.